И этот автомобиль абсолютно бесплатно достанется одному из наших покупателей. Успейте купить автомобиль до 1 августа. VIP-комплектация. В отличном состоянии, ничего делать не надо, сел и поехал. Конечно же есть но. Друзья, но это еще не все. Мы будем разыгрывать еще кое-что, но это будет подарок дороже и даже круче, чем палисад. Друзья, всем привет! В эфире Daleks Auto. С вами Андрей. Вчера у нас состоялась премьера новой коны и сегодня нам стала известна информация, что данный автомобиль представлен в городе Инчон. И вот мы метнулись и решили сделать экстренный выпуск. И посмотрите на этого красавца. Это у нас Kona комплектация Inspiration. Она стоит здесь сейчас. Давайте сразу посмотрим. Я этот автомобиль вживую еще не видел. Первое впечатление, что, ну, тут понятно, вот есть вот этот теперь уже ставший фирменным Hyundai Simless Horizon. То есть это непрерывная фара по фронту идет. Здесь у нас, получается, обновленный дальний ближний цвет. Не знаю, насколько это практично в том плане, что, опять же, я человек практичный. Если вдруг, не дай бог, опять же, сюда что-нибудь шарахнется, чуть-чуть даже, немножко, то, скорее всего, эта фара будет под замену. Опять же, у автомобиля нету никаких бамперов, то есть только впереди. Вот сбоку нету. Вот, ну, понятно, что здесь есть сенсоры, датчики. Здесь у нас пластик, такой достаточно крепкий, сделан под алюминий. Ну, вы учитывайте то, что этот автомобиль совсем не премиум-класса. И сейчас по цене вы поймете, почему. Обновленная эмблема Hyundai, она уже стоит на всех. И решетка радиатора, она спущена вниз. То есть она вот здесь, здесь ее как бы нету. И автомобиль стал похож на электроавтомобиль, хотя это ДВС, да, это у нас бензиновый автомобиль. Добавились у нас, получается, колесные арки в виде пластика, да, и диски у нас увеличились. Здесь у нас сейчас стоит 19-е диски. Вот, напоминаю, это комплектация Inspiration. Здесь у нас нету, в принципе, камер. Стандартное зеркало. Вот, если смотреть сбоку, то достаточно похоже на Tucson. Вот это вот, вот эти вот полосы, они похожи на Tucson. Вот. Здесь тоже задние колесные арки. Вот тут они решили сделать какое-то такое непонятное немножко... Пластиковая накладка. Вот, ну и сзади фары, то есть такие же, как и впереди. Здесь у нас все, и поворотники, и противотуманки. Не противотуманки, а габаритные огни и стоп-сигнал. Сзади у нас, получается, тоже здесь у нас пластик. Это твердый пластик, здесь сенсоры. Вот, давайте посмотрим, что внутри. Багажник на электроприводе, на всех комплектациях. Вот, и, как утверждают производители, объем, вместимость автомобиля увеличится на 30%, благодаря тому, что теперь можно складывать второй ряд сидения. То есть он складывается вот туда, и тем самым увеличивается вместимость багажника. Тут, как и у гарандера, получается, идет единая фара по задней части. Кстати, с доводчиком. Багажник, крышка багажника с доводчиком. Ну что, ребята, здесь, в принципе, места достаточно. Я сидел в предыдущей коне, и там кажется, что места меньше. Да, здесь достаточно удобно. Вот вы видите, здесь сантиметров 10-7, сверху сантиметров 5-7 тоже. Ну, здесь электрорегулировка переднего сидения, две зарядки USB, дефлекторы. Качество салона среднего – это не NAPA, да. Да, понятно, что автомобиль не претендует на премиум. Но, тем не менее, кожа такая, прям, мне кажется, тяжело ее будет затереть. Ну, такая она грубоватая, да. Ну, здесь у нас, в принципе, стандарт. Тут ничего такого особенного. И, ну, на дверях, кстати, трехуровневый подогрев задних сидений есть. Но я думаю, что это, ну, как комплектация, да. Так, вот здесь, кстати, вот в интерьере особенно заметны изменения. И самое главное изменение здесь – это то, что теперь селектор переключения передач находится здесь. Это как в Grandeur, как в Ioniq 5 и 6. Здесь у нас подстаканники находятся, они вот так раскладываются. Панель климат-контроля, она совсем простенькая. Здесь вообще без каких-либо излишеств. Есть беспроводная зарядка, есть два USB, 12-вольтный разъем. Вот здесь, наверное, еще что-то должно быть. Я, если честно, не знаю. А, вот здесь что-то нарисовано. А, здесь у нас индикаторы пристегнутых ремней безопасности. Они, скорее всего, горят, когда, ну, если не пристегнут ремень. Тут у нас незакрытая ниша, да, для того, чтобы что-то класть сюда. В общем, ну, места, кажется, стало больше. Вот. Руль. Руль изменился. Руль стал покрасивше. Он такой более современный стал. Здесь у нас алюминий. Алюминиевые вставочки, кстати. И, скорее всего, вот эти четыре точки, они тоже горят при смене режима вождения, как в Grandeur. А что касается панели, мы сейчас не можем завести автомобиль, но я думаю, что вот эта сама система, она взята у Grandeur, скорее всего. Потому что, ну, вот на первый взгляд, даже вот как открытая дверь показывает, это точно такое же, как у Grandeur. И здесь у нас беспроводное обновление программного обеспечения, чем гордятся Hyundai, то есть никуда не нужно будет ехать. Все это можно обновить. Автомобиль обновляет программное обеспечение сам. Вот. Здесь у нас дополнительная ниша. Сюда, наверное, что-то можно класть. Удобно. Да, удобно. То есть сюда вот можно просто телефон положить или какие-то мелочи. Вот. Вот эта сама панель, она... Это пластик. Это не алюминий. Вот кнопка запуска. Ну и говорил, что вот эта штука, она достаточно удобная. К ней вообще привыкаешь очень быстро. И как бы хоть рука и лежит здесь, но рука лежит спокойно. Вот мы проездили на Grandeur. У нас скоро выпуск выйдет, где мы тест-драйв делаем Grandeur. И там я понял, насколько классно, когда переключатель передач вот здесь находится. Это прям реально удобно. Ну и что касается здесь, здесь у нас стандартные, в принципе, функции. Там дворники, там дальние и ближние фары. Вот так все это выглядит. Естественно, здесь у нас нету подсветки салона, так как этот автомобиль, он далеко не премиум. Вот. Плюс вот здесь колонка. Часть переднего панели приборов занимает колонка. На дверях, ну, стандартное здесь управление. Память сидений на два положения. У меня, кстати, даже поддержка спины есть. Теперь самое главное, это какие варианты мотора доступны. Дизель у нас больше не выпускается в Корее, так как в корейское правительство борется с дизелем. Максимально стараются его убрать. Поэтому у нас здесь только бензиновый мотор, два вида 1.6 турбо и двухлитровый. Обычный Smart Stream. Вот. Есть гибридная версия с 1.6. И также будет электроверсия, полностью электричка. Она будет выпущена где-то с июня по июль этого года. Здесь у нас стоит 1.6 турбо. Она выдает 198 лошадиных сил и 270 ньютон-метров крутящего момента. Я считаю, что для такого автомобиля это больше, чем достаточно. Да. И, скорее всего, она едет динамично. Мы обязательно возьмем этот автомобиль на тест-драйв и проверим его ходовые качества. Вот. Двухлитровый у нас 149, как вы видите, PS. И получается гибридная версия у нас 105. Ну, это 105, это, соответственно, мотор. И вкупе он выдает 140 примерно лошадиных сил вместе с гибридным узлом. Самое вкусное здесь – это цена, ребят. Вот. Взять новую машину за 24 600, за 24 миллиона 600 в базовой комплектации – это очень надо постараться, найти, как бы, такую достойную автомобиль. В трех комплектациях автомобиль – Modern, Premium, Inspiration. Вот этот данный конкретный вариант – это у нас Inspiration. И получается 1.6. Вот этот, он стоит. Modern начинается от 25 миллионов 300, а заканчивается 29 миллионами 640. В общем, чтобы купить, давайте так, проще, чтобы вас не путать. Самая базовая версия стоит 24 миллиона 680. Самая жирная версия стоит 39 миллионов 690. Но это будет гибрид. А самая жирная версия бензина будет стоить 36 500. Вот, примерно. Ну, я думаю, что там в пределах 30 вполне себе можно взять этот автомобиль. Ребят, мне понравилась Kona. Мне понравилась Kona и, наверное, ой. И, наверное, я уже принял этот Simless Horizon, как говорится. Бесшел на горизонт. Вот. Как-то мое восприятие все отказывалось от него. Но именно на Kona вот эта фара, она смотрится круто. На Grandeur немножко что-то не то, как диссонанс есть. Из-за того, что там решетка большая, прямо до самого низа. Наверное, из-за этого. А так он стал, автомобиль стал более сбитым, более агрессивным. И, кстати, есть еще будет N-версия. N-версия вообще круто выглядит. Здесь немножко все по-другому. Она выглядит более агрессивно, более по-спортивному. Вообще, в принципе, автомобиль стал таким более сбитым, мне кажется. Ну, мне вот единственное... Давай хайпанем. А? Давай хайпанем. Как? Просто скажем, что эта машина просто разнесет пламу москвич. Они одноклассники, правильно? Они одноклассники, да, но по цене. Что по цене у москвича? Потому что... По цене почти два он стоит. По цене два. Ну, если взять такой новый, соответственно, вы на растаможку попадете. Причем нормально. А если там спустя три года присмотреться к нему, то вполне себе можно взять достаточно выгодно, учитывая, что через три года он будет бушным. И его взять, мне кажется, за... Сколько? За 20 тысяч долларов. Даже меньше, наверное. Спокойно можно. Вот самый большой вопрос, друзья, самый большой вопрос. Вот даже я сбоку смотрю. Вот здесь стекло. Я не знаю, насколько оно прочное. Но вот если посмотреть даже, вот этот угол, он чисто стеклянный. То есть, вот что-то заденет слегка. И все. У меня сразу в голове это столбы. Да, кстати, тут, кстати, в Корее в некоторых районах очень узко. И когда ставят машины, бывает такое, что кто-то там, какой-то грузовик проезжает и просто затирает, может быть, затереть там. И вполне возможно, что он даже не врежется, а просто как бы, ну, затрет и все, там, разобьется фара. Но, скорее всего, замена ее не будет очень дорого стоить. Да, здесь у нас чисто декоративные вставки. Здесь ничего такого, дырок нету здесь. Он не отстанет. Вот такая от москвичей все равно не будет такого салона. Ну, конечно, не будет. Не будет такой приборной панели. Не будет такого инфантеймента. Здесь инфантеймент второго уровня стоит. То есть это уже даже выше, чем на Tucson и, ну, в предыдущих моделях, да. Это уже уровень реально грандера идет. И, скорее всего, производители, они все больше и больше пытаются, ну, увеличить, добавить ценность таким автомобилям за счет улучшения программного обеспечения инфантеймента. И я думаю, что Hyundai, она, в принципе, идет по этому направлению, чтобы увеличивать ценность автомобиля за счет программного обеспечения. Ну, этот автомобиль, как всегда, есть и в белом, в черном, в металлическом цвете, даже есть в салатовом. Но не знаю, будут его продавать в салатовом или нет. Может быть, это же еще. Да, может быть. Вполне возможно. И я думаю, что еще мое замечание, не замечание, а, наверное, мнение, что этот автомобиль подойдет девушке. Ну, как сам молодежь. Да, ну и вообще, в принципе, сама компания Hyundai, она позиционирует этот автомобиль как молодежный автомобиль. Если посмотреть, да, рекламу, если посмотреть, рекламу, если посмотреть, это точно там видна прям целевая аудитория. Ну, я думаю, я бы сам себе купил такой автомобиль. Вот единственное, нужно на нем еще проехать. Но это мы чуть-чуть попозже, когда он станет доступен для тест-драйва, мы обязательно на нем поездим. Такой был выпуск экстренный. Я извиняюсь, если я что-то там пропустил, потому что я сейчас спросил у менеджера. Он даже не знает, какие входят функции в эту комплектацию. То есть автомобиль настолько новый, он вот, ну, вчера была буквально официальная презентация. И у них сейчас только, по сути, есть цены. А конкретный перечень по функциям, ну, вот как обычно бывает, тебе дают листок, и там прям все написано. Такого нет еще. То есть автомобиль вот-вот с пылу с жару, как говорится. С вами был Андрей. Увидимся в следующем видео. Пока. Добрый день, уважаемые подписчики Далек Савто, уважаемые менеджеры Далек Савто, руководство Далек Савто. Ну, вот и пришел мой автомобиль. На самом деле он пришел уже несколько недель назад. Не было времени все снять видео. Конечно, хотелось бы поблагодарить компанию Далек Савто. Действительно, отработали очень грамотно, профессионально и быстро. И стоит отметить, что сроки были не то, что выдержаны, они были, конечно, даже значительно быстрее, чем ожидалось и значительно планировалось. Поэтому про автомобиль особо рассказывать, я думаю, смысла нет. Я думаю, что каждый выбирает автомобиль, который ему под уши и который ему нужен в той или иной ситуации. Хотелось бы немного рассказать о самой компании Далек Савто, а именно его руководству, а также менеджерам. Отдельное спасибо Евгению, Денису, который занимался растамушкой и отправкой автомобиля. Ну и хотелось бы остановиться немного на работе с самой компанией. В принципе, я давно уже состою в чатах, состою давно на канале и слежу за тем, как люди заказывают автомобили, как их ждут. И сначала планировал один автомобиль заказать, потом решил немного изменить ситуацию. И жизненная ситуация поменялась и решил заказать другой. И оперативно, поскольку уже ранее связывался с менеджером, связался с Евгением. Евгению, собственно, направил те пожелания по автомобилю, которые я хотел. Это Hyundai Palisade. Проходной должен был быть на тот момент 2019 года, потому что это было в прошлом, в 2022 году. И, соответственно, с не очень большим пробегом. Конечно, хотелось найти автомобиль с чуть меньшим пробегом, но ввиду бюджета и действительно дефицита на рынке, ввиду того, что большой спрос на автомобили, остановились свой выбор на автомобиле Hyundai Palisade. Вот, собственно, белого цвета, с пробегом на тот момент 51 тысяч. Сейчас уже побольше чуть-чуть стал пробег. Соответственно, данный автомобиль мы искали, ну, я думаю, чуть больше недели. Сразу же внес в первый же день, как мы с Евгением связались, внес предоплату. На, собственно, работу Daleks Auto мы быстро, да я думаю, что в течение полутора недели подобрали автомобиль. На самом деле, этот автомобиль нашли сразу. Все остальные варианты немного отметались ввиду тех или иных обстоятельств. Либо непроходной год был, либо пробег не устраивал, либо цвет того же салона, потому что у меня было особое пожелание, чтобы салон был светлым. В данном случае сейчас у автомобиля салон темный, поэтому на него и пал окончательный выбор. По поводу заказа, в принципе, 16-го числа я оплатил, 16-го ноября оплатил автомобиль. То есть, в начале ноября мы заключили договор с Daleks, 16-го ноября автомобиль был оплачен. Старался как можно быстрее сделать, поскольку через банковские услуги приходилось менять валюту. И время на переводы должно быть, к сожалению, получилось еще не так быстро, как я хотел. Ну, ввиду определенных обстоятельств, и Daleks авто здесь не имеет никакого отношения к этому. Но с момента оплаты 16-го числа деньги на следующий день уже поступили, собственно, в салон, в котором автомобиль находился. И в связи с чем, собственно, автомобиль планировался к отправке. И промежуточных фотографий, скажу честно, было немного, ну и, может быть, и хорошо, что их было немного. И не надо было много, можно много смотреть на автомобиль, но лучше, конечно, чтобы он быстрее приехал. И поэтому лишний раз, конечно, менеджеров, может быть, не стоит отвлекать, потому что они там занимаются своей текущей работой. И вот эти пожелания, скиньте мне фотографии в анфасов профиль, может быть, не всегда необходимы. И, собственно, 23-го числа я уже был уведомлен о том, что автомобиль находится на корабле 23-го ноября. 23-го ноября же мне скинули название корабля, и по этим координатам я отслеживал сам корабль. Корабль несколько дней стоял на рейде в Корее, потому что была непогода в море. Это легко отслеживалось по другим метеоканалам. Потом он прибыл в Владивосток, прошу прощения, и в Владивостоке уже данный автомобиль, конечно, был тоже на рейде порядка недели. Потому что порт, конечно, в Владивостоке мало, скажем, то, что работает в авральной работе. Он действительно работает, наверное, на больше, чем на 100%, чем изначально планировалось, когда его строили. И, конечно, после недели ожидания на рейде, к 6-му декабря автомобиль был, собственно, уже на берегу. Получается, с 23-го по 6-го декабря машина находилась на корабле. Вот с 23-го ноября по 6-го декабря. И после этого автомобиль растамаживался. Растамаживался он достаточно быстро, как я считаю. 20-го декабря уже все документы были. И, честно скажу, там уже подхватил работу Денис. И Дениса тоже старался лишний раз не отвлекать. Но иногда, ввиду там своего, может быть, больничного, приходилось почаще, потому что было скучно относительно. За что Денису прошу прощения уж. И автомобиль достаточно быстро растаможился. Так получилось, что брокер я уже оплатил, когда уже были данные о растаможке. И уже документы почти готовы по электронной ПТС. Потому что 22-го декабря уже было выдано электронное ПТС. И 23-го или 24-го декабря, уже не помню, автомобиль погрузили в контейнер в сторону Москвы. И, собственно, он направился в сторону Москвы. На самом деле, уже где-то 5-го января он был в Москве, в логистическом терминале, в Подмосковье даже, я бы сказал. 30 километров от Москвы. Поэтому достаточно быстро произошло. 7-го, в Рождество, 7-го января я автомобиль свой, собственно, забрал. Получилось, что с момента оплаты, 16 ноября, по момент, когда я его забрал, меньше двух месяцев. Я считаю, что это очень хорошие показатели для компании Даликс Автома, за что им большое спасибо. Всем в отдельности и всем вместе. Это действительно большая, кропотливая работа. И настраивать каналы поставок очень тяжело. Я знаю, что некоторые люди тоже, даже те, кто заказывал в один момент со мной, еще до сих пор автомобили, ждут. Также я знаю, что кто пользовался конкурентами, тоже бывает зуд. Поэтому, конечно, каждый случай индивидуальный, каждый автомобиль индивидуальный, проходной, непроходной. Какое СВХ попало, какое не попало, какой брокер. Много факторов от этого зависит. И, наверное, тут с пониманием стоит отнести и к сотрудникам компании Даликс Авто. Потому что, конечно, мы понимаем, что не всегда в их все силах. И Владивосток действительно сейчас перегружен. Поэтому я знаю, что настраиваются иные каналы поставок из Кореи. Но, в принципе, я всем доволен. И, честно скажу, хочу заказать еще автомобиль. Пока есть определенные обстоятельства, которые мне не позволяют сделать. Но с менеджерами мы уже предварительные переговоры тоже ведем. Потому что, действительно, мне понравился автомобиль. Мне понравилось в том состоянии, в котором он приехал. Даже независимо от того пробега, который у него есть. Я считаю, что на российском рынке аналогов с таким пробегом просто нет. И в том состоянии, в котором он есть, нет. По приезду я, когда машину осматривал, я не нашел ничего нового относительно того осмотра, который мне прислали в рамках подбора автомобиля. Какие-то там... Все те дефекты, царапины, я знал заранее. Поэтому я был к этому готов. Конечно, по приезду пришлось сделать максимально полное ТО. Залить по приезду зимнего дизеля. Спасибо, кстати, большое компании, да, Алексаховцу, что в момент сильных морозов, когда моя машина была в Девостоке, был сильный мороз, залили топливо зимнего и залили антигель. Это тоже, конечно, способствовало, так скажем, качественному пуску автомобиля при его получении. Конечно же, там были морозы в этот момент такие, скажем так, серьезные, на январских праздниках температура была минус больше 20. Прохладненько, честно скажу, было забирать, учитывая, что пока по терминалу прогуляешься там, освежишься достаточно серьезно. Но машину с бустера завели, и после этого она сама уже спокойно заводилась. Конечно, когда я приехал к официальному дилеру, они мне сказали, что аккумулятор разряжен, разряженный, они его дополнительно заряжали. И стоит, наверное, отметить, все понимают, что в Корее немного другие погодные условия, и стоит все-таки менять аккумулятор для автомобилей, потому что они даже по емкости значительно ниже, чем на российских аналогах. Поэтому этим стоит заняться заранее и понимать, что, может быть, если не в момент получения автомобиля, а если ехать далеко, то лучше в момент получения, стоит задуматься о смене аккумулятора. Ну и, конечно, зимнее топливо, да, это тоже обязательно надо заливать. Что касается постановки на учет, на канале много пишут, что разные ГИБДД просят совершенно разные документы, но я скажу так, что с меня сотрудники ГИБДД попросили только договор купли-продажи, попросили, даже не просили документы ни одобрения транспортного средства, ни таможенные документы не попросили, на самом деле они попросили электронное ПТС, договор купли-продажи, ОСАГО, поскольку машина перешла через год и стала ей 4 года, то попросили техосмотр, который, в принципе, я без проблем сделал, потому что машина действительно находится в идеальном состоянии. Поэтому машину без проблем поставили на учет, застраховал после постановки на учет в КАСКО, и больше никаких проблем не вижу, и надеюсь, что машина будет долго радовать. Собственно, проблем никаких с ним возникать не будет, но даже если это будет возникать проблема, то компании-поставщику это уже не имеет никакого отношения, потому что, конечно, всех нюансов в ходе эксплуатации они не смогут предугадать. Но стоит отметить, что действительно корейцы очень внимательно и трепетно относятся к своим автомобилям, поэтому стоит доверять корейскому автопрому и корейским поставщикам, учитывая, что как кропотливо работает компания «Далекс Авто». Поэтому всем большое спасибо за ту работу, которая была проделана, всем удачи, всем тем, кто ждет автомобиля, наконец-то их дождаться, чтобы они радовали вас, всем тем, кто хочет заказать автомобили, желаю удачи и низкого курса валют, потому что именно это положительно сказывается на количестве и объеме продаж автомобилей. И, конечно же, всем просто здоровья и удачи. Заказывайте новые машины, радуйтесь, обалуйте себя, потому что не так много у нас радости в жизни, которые надо себе позволять. Поэтому всем всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова